Ну и в продолжении темы авторский комментарий Михаила Леонтьева. Однако здравствуйте. Общее место, что отношения наши с Западом достигли низшей точки, чуть ли не ниже холодной войны. Казалось, налицо уже все признаки таковой. Санкции с элементами военной конфронтации, невиданная русофобская истерия. На самом деле никакой холодной войны нет между нами. Холодная война разыгрывается внутри Америки, в которой мы лишь мизансцена. В Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Шизофрения — это раздвоение личности. Когда речь идет о государстве, это раздвоение гражданской личности, то есть гражданская война. Сторонники Клинтон и Трампа происходят из разных Америк. Их разделяют горечь и недоверие друг другу, констатировала Лос-Анджелес Таймс сразу после победы Трампа. Вокруг политики идут скандалы в семьях и в кругу друзей. Это безумие. Это говорит Джон Кассич, один из республиканских соперников Трампа на выборах. Трамп пробудил миллионы людей, которые становятся активными участниками гражданской жизни, радуется Денвер-Пост. Хотя большая часть этой гражданской деятельности негативна. Американские левые и правые наращивают гражданские мускулы. А вот Квовадис — маленькая газетка провинциального университета в Миддлэссексе, чуждая столичной ангажированности. Кажется, Америка движется к гражданской войне, такой озлобленной, какой еще не бывало в истории. Презловутое расследование связей с Россией, полностью парализующее вашингтонскую политическую волю, — это всего лишь простейшая дорожка к импичменту Трампа, о котором говорили яркие представители американских элит еще в разгаре избирательной кампании. Если он будет избран, я прогнозирую, что через два года ему будет предъявлен импичмент. Он будет обвинен и выброшен из кабинета. Дело не в импичменте, видала Америка и импичменты. Дело в гражданском озверении довольно-таки вооруженной нации. И те же американские реднеки, так называемые красные шеи, ядерный электорат Трампа, вряд ли обрадуются импичменту. Это, кстати, наверное, наиболее вооруженная часть нации. Где мой бифштекс? В этой холодной гражданской войне обе стороны, обменивающиеся комплиментами в адрес друг друга, вообще стоят к нам спиной. Вот что нам делать, когда, например, очевидной целью атаки Трампа на сирийский аэродром являются не сирийцы, не мы тем более, а СНН и компания? Нам на чьей стороне надо выступать? Трампа или СНН? Ну, например, можно обратиться к позитивному опыту участия, а точнее не участия нашего в предыдущей американской гражданской войне. Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделенной нации. России делались предложения по присоединению к планам вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода. Письмо министра иностранных дел Александра Горчакова американскому дипломату Бэйерду Тейлору. 1862 год. Надо понять, что в холодной войне с нами им явно не до нас. И главное, что нас требуется, нам также должно быть не до них. А для этого к нашей политической независимости надо бы прибавить независимость экономическую. Однако, до свидания.